Михаил Зощенко. Ёлка. В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю ёлку. Это много. Ну, первые три года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И, наверное, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне дети ударило 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка. И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлочку двери поглядывал, когда моя мама украшает ёлку. А у меня была сестрёнка Лёля, 7 лет, очень смелая, бойкая девочка. Она мне однажды сказала, «Менька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается». Вот мы с сестрёнкой Лёля вошли в комнату и видим очень красивая ёлка. А под ёлкой лежали подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестрёнка Лёля говорит, «Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке». И вот она подходит к ёлке, и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю, «Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем». И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит, «Менька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе конфету». А Лёля была очень высокая, длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, который висел и низко. Я говорю, «Если ты, Лёля, съела вторую постилку и вдобавок конфету, то я еще раз откушу это яблоко. И снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю». Лёля говорит, «Ну, если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться. И сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю, «А я как подставлю к Ёлке стул, да как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока». И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к Ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал и прямо на подарки». Лёля говорит, «Менька, ты, кажется, разбил куклу». «Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку». Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит, «Вот теперь, Менька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет». Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на Ёлке, открыла дверь и сказала, «Все входите». И все дети вошли в комнату, где стояла Ёлка. А наша мама говорит, «Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение». И дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с Ёлки яблоко, постилку и конфету, и тоже дарила ребёнку. И все дети были очень довольны. Но вот наша мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала, «Лёля и Менька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала, «Это Менькина работа». Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал, «Это меня Лёля научила». Мама говорит, «Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать обкусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на руки и сказала, «С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». И я сказал, «Можете уходить, и тогда паровозик мне останется». И та мама удивилась моим словам и сказала, «Наверно, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме, «Вы не смеете так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите». И та мама сказала, «Я так и сделаю, с вами водиться, что в крапиву садиться». И тогда ещё одна третья мама сказала, «И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой». И моя сестрёнка Лёля закричала, «Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется». И тогда я, сидя на маминых руках, закричал, «Вообще все можете уходить, и тогда все игрушки нам останутся». И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошёл папа. Он сказал, «Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы мои дети были жадные и злые. И я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве». И наш папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. И потом сказал, «Моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям». И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.